Второй вариант падения, которое называется Йоку Укэми, это падение на левую, правую сторону, то есть на боковую часть вашего тела. В борьбе Цзюдо практически все падения приходятся либо на левую, либо на правую сторону, часть падений приходится на спину, уши руками, и совсем незначительная часть приходится падений вперед. Значит, как выглядит Йоку Укэми с самой элементарной или простой фазы, фаза А. Исходное положение, лежим на татане на боку, если мы падаем на левую сторону, то левая нога прямая, левая рука прямая, лежит на татане. Правая нога согнута, и правая рука свободно лежит на поясе. Взгляд также устремлен к узлу пояса. Голова, вы видите, все время приподнята. И делаем первое упражнение хлопок рукой. То же самое задание мы можем выполнить. И в правую сторону. Только теперь мы меняем положение ног и рук. На правую сторону, значит, правая нога у нас прямая, правая рука левит на татане. Левая нога согнута, левая рука левит на поясе. Взгляд головы, ну, голова, и взгляд устремлен на пояс. Тем самым мы поднимаем. Ну и такое же положение с тыльной стороны. Теперь мы усложняем падение йо-кухами. Делаем вторая фаза, фаза Б. Когда мы находимся немножко в положении сидя на татане. Это выглядит следующим образом. Значит, нога прямая, правая. Правая рука находится над правой ногой, выпрямлена. Левая нога согнута. Левая рука может находиться или на коленочке, на левой ноге, или на поясе. Взгляд устремлен вниз, на узел пояса. Как вы смогли заметить, и ушибенками, и йо-кухами. Основная задача это удержание головы при поднятом положении. То есть не касается голова татами. Что очень важно. Иначе получение травмы головы может привести к не очень хорошим последствиям. Усложняем фазу С. Как и у широками, мы исходное положение упор присед. Но теперь мы выпрямляем одну из ног. Если мы выпрямляем правую ногу, значит мы будем делать йо-кухами на правую сторону. Левой рукой вы можете придерживать себя, чтобы не терять равновесие. Взгляд направлен на узел пояса. То же самое можно выполнять на левую сторону, меняя при этом ногу. И стрелим сразу. Переходим к следующей фазе йо-кухами. Это фаза Е со стандартного положения, стоя на ногах. Эта фаза немножечко трудная, потому что она требует координации движений пространства. Смотрите внимание. На правую сторону, когда мы будем делать йо-кухами, правая нога и правая рука уходят в сторону по диагонали. Левая нога приседает. Мы приседаем на левой ноге. И на левую сторону йо-кухами. Теперь мы левую ногу и левую руку уволим по диагонали в сторону. И приседаем на правой ноге. На что обратить внимание при падении с положением стоя? Ни в коем случае ошибка, когда мы уводим ногу, а руку оставляем в таком положении, в исходном, и начинаем приземляться к нам. Это может привести к поломке руки, травме руки. Плечевой, локтевой сустав. Поэтому не бойтесь уводить ногу, руку вместе с ногой. Вы упадете на бок и не причините себе вреда. Сейчас мы вам показали технику йо-кухами на левую и правую сторону с разных позиций, с разных вариантов. От простого к сложному. Который можно выполнять также без партнера. Самостоятельно, дома или в зале. До встречи. До встречи.